У корейских актеров миллионы фанатов, среди них много тех, кто их поддерживает, но иногда любовь поклонников настолько переходит все границы, что перерастает в самую настоящую ненависть. Так появляются антифанаты, которые готовы пойти на все, чтобы навредить популярной звезде. Это действительно пугает. Сегодня я расскажу вам о самых жутких поступках поклонников, которые чуть не разрушили жизнь артистов. Очень жуткая, на мой взгляд, история случилась с Пак Су Джуном. В июне 2023 года появились слухи о том, что актер встречается с певицей и блогером по имени Ким Су Йон. Это еще больше привлекло внимание к личной жизни артиста, и какой-то неизвестный посчитал, что вправе превратить его жизнь в настоящий ад. Однажды Пак Су Джун заметил, что его преследует одна и та же машина, куда бы он ни направлялся. Но еще страшнее стало тогда, когда человек на этой машине настолько изучил расписание актера, что он начал приезжать в нужное место раньше него. Артист почувствовал дискомфорт и страх, однако единственное, что он мог сделать в этой ситуации – стать более сдержанным и не рассказывать ничего о своей личной жизни. Теперь актер сожалеет, что раньше он был настолько открыт для публики и фанатов, что даже поделился фотографией своей семьи. После произошедшего и ему, и его семье приходится быть максимально осторожными. «Мне очень страшно, когда я думаю о том, как мои действия могут повлиять на жизнь моих родных, и я не знаю, где должна быть граница», – прокомментировал Пак Су Джун. К сожалению, этот неизвестный до сих пор время от времени преследует артиста, периодически меняя автомобили и заставляя его чувствовать себя некомфортно, где бы он ни находился. К сожалению, от таких людей очень сложно защититься, сложно доказать, что они совершают что-то плохое. Но вот одну фанатку все-таки привлечь к ответственности получилось. 40-летнюю женщину арестовали после того, как она попыталась буквально вломиться в дом Ким Тэ Хи и Рейна. И вроде бы все закончилось хорошо, но артистам пришлось пережить много неприятных и даже страшных моментов. Неизвестная женщина пробралась к дому Ким Тэ Хи и Рейна и нажимала на дверной звонок до тех пор, пока не приехала полиция. В результате следствия выяснилось, что эта женщина приходила к дому артистов целых 14 раз. Она стучала в дверь и бесконечно звонила в дверной звонок. Также она преследовала Ким Тэ Хи и Рейна вне дома и даже ходила в тот же салон красоты, что и они. Добиться наказания для этой женщины было очень сложно, даже несмотря на то, что она попалась на месте преступления. Дело закрыли из-за недостаточного количества доказательств. Однако в итоге агентство Рейна опубликовало видео с камер наблюдения, на котором было видно, как женщина следит за домом пары. И эти материалы позволили довести дело до суда. Несмотря на то, что у знаменитостей очень хорошие охранники, иногда случаются такие вещи, от которых не могут уберечь даже они. Так произошло с Юной из Короля Земли. Одна из фанаток сумела приблизиться к ней настолько, что даже смогла положить руки ей на спину. Оказалось, что поклонница украла пропуск, предназначенный для персонала, чтобы приблизиться к актрисе настолько близко, насколько это вообще возможно. Она смогла пробраться за кулисы и следовала за Юной на каждом шагу, попутно делая множество фотографий. Позже все эти снимки были слиты в интернет. Но это, к сожалению, был не единичный случай. Позже другой фанат также выкрал карточку персонала и, прикинувшись одним из охранников, оттолкнул менеджера и положил руки на спину артистки. Это было действительно жутко, но еще не так страшно. Юна рассказала, что однажды неизвестный мужчина поджидал ее прямо у дверей квартиры, когда она поздно возвращалась со съемок. Ей едва удалось проскользнуть внутрь, однако мужчина не сдавался и стоял под ее окнами до самого утра. Кроме того, знаменитостей часто атакуют еще и онлайн. Некто взломал страничку в социальной сети Юны и даже изменил ее пароль. Обычно в таких случаях злоумышленники удаляют фотографии звезд или меняют их на что-либо другое. Но Юне повезло, и она смогла восстановить свою учетную запись без потерь. Однако потраченные нервы актрисе за все перечисленные случаи вернуть никто не сможет. Впереди будет еще несколько жутких историй, но мне кажется, то, что случилось с Ким Ю Джон, самое ужасное. Потому что, когда дело касается преследования взрослых артистов, у которых все-таки есть охранники, это одно, но совсем другое дело, когда планируют похитить маленькую девочку. Все знают Ким Ю Джон по таким дорамам, как «Приберись получше», «Круглосуточный магазин Сэдбёль» или «Девушки 20 века». Однако мало кто знает, что актриса снимается с самого детства. На ее счету множество ролей. В начале нулевых она была одной из самых востребованных детских актрис в Корее. Но из-за ее популярности чуть не случилась настоящая трагедия. Когда девочка училась в младших классах, в школу проник неизвестный мужчина. Он подошел к ее учителю и, прикинувшись отцом, хотел ее забрать. К счастью, учитель, прежде чем отпустить Ким Ю Джон домой, спросил, знает ли она этого человека. После того, как девочка сказала, что не знает, вызвал полицию. История закончилась хорошо только благодаря бдительности неравнодушного учителя. Если бы не он, все могло бы закончиться очень печально. Антифанаты имеют полное право не любить кого-то из артистов. Но самое страшное, когда они переходят все границы и начинают демонстрировать свою ненависть всеми способами, даже не боясь причинить физическую боль. Так случилось с актрисой Юны Мхе, которая в прямом смысле стала живой мишенью для неадекватного поклонника и чуть не лишилась глаза. Без какой-либо причины неизвестный выстрелил в актрису из водяного пистолета, который был заряжен смесью соевого соуса и уксуса. Жидкость попала актрисе прямо в глаз, после чего она была вынуждена срочно обратиться в больницу. Ее роговица была повреждена, что могло стать причиной слепоты, если бы она не обратилась за помощью своевременно. Юны Мхе была вынуждена изменить свой рабочий график и достаточно долгое время ходила с повязкой на лице. Таким образом, некоторые антифанаты настолько ненавидят звезд, что готовы навредить им всеми способами, какие только придут им в голову. Следующая актриса столкнулась с настоящим бредом, потому что фанат был твердо убежден в том, что у него есть совместный ребенок с Пак Хасон. Об этом он во все услышания объявил на одной из фан-встреч. И все бы ничего, если бы только этим и ограничилось. На одной из фанатских встреч к Пак Хасон подошел неизвестный мужчина и под видом самого обычного поклонника попросил в качестве автографа написать «Я тебя люблю». После того, как актриса это сделала, мужчина решил, что с этого момента наступил первый день их отношений. Дальше начались преследования. За актрисой постоянно кто-то следил. А когда у нее было мероприятие перед свадьбой, этот человек явился прямо туда и с негодованием во взгляде швырнул в Пак Хасон свой дневник. Он верил в то, что у них был совместный ребенок и переубедить его было просто невозможно. Но самое печальное в этой истории то, что когда артистка обратилась за помощью в полицию, оказалось, что ее преследователь знает очень много юридических тонкостей, которые позволили ему избежать наказания. Одну из самых неприятных ситуаций, связанных с фанатами, пережил Ок Текьон. Вообще, артист и раньше сталкивался с агрессивным поведением поклонниц, однако на этот раз девушка перешла все допустимые границы. Она разместила жуткое письмо, адресованное Текьону в интернете, однако кроме пугающего смысла этого письма, весь ужас был еще и в том, что оно было написано женской кровью. А к письму прилагался отвратительный подарок. Ты не можешь жить без меня. Вот что было написано в этом послании. Кроме того, девушка уточнила, что листок был усыпан прядями волос, остриженными на интимном месте. Пользователи сети были шокированы и не поверили в натуральное происхождение этих так называемых чернил. Устав доказывать обратное, фанатка загрузила еще более ужасную фотографию, на которой был изображен тот самый предмет женской гигиены, благодаря которому было написано письмо. Естественно, интернет-пользователи пришли в настоящую ярость от ее поступка. Они оставили огромное множество осуждающих комментариев. Рейтинги поста из-за этого взлетели вверх, что грозило превратиться в некрасивый скандал, который бы плохо отразился и на самой виновнице событий. Поэтому девушке ничего не оставалось, кроме как опубликовать извинения. «Я прошу прощения за то, что побеспокоила Тэк Йона и его поклонников. Я не знала, что все станет настолько серьезно», – написала она. Фанатке повезло, что она опубликовала свое ужасное послание в интернете, а не отправила актеру лично. Иначе одними извинениями дело бы не закончилось. Какой из поступков фанатов вас возмутил больше всего? В Корее люди очень любят своих артистов, но иногда эта любовь доходит до полного безумия. Некоторые фанаты считают, что артисты обязаны им чем-то взамен. И когда они этого не получают, их любовь перерастает в настоящую ненависть. По сути, антифанат – это бывший поклонник, разочаровавшийся в своем кумире. Однако, имеет ли право чьи-то обманутые ожидания стать поводом для того, чтобы нанести кому-то физический или эмоциональный вред? Напишите свое мнение в комментариях. Ну а на сегодня все. Всем пока. Я не могу вообще это снимать. Она разместила пугающее письмо, адресованное. Она разместила... Это просто... Я просто не представляю, как вообще такое можно придумать и совершить. На самом деле это не смешно, это жутко. Но вот такая реакция просто... Я не знаю.